Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, Валерий Романенко, присоединяется к нашему эфиру. Рады приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Дайте, пожалуйста, профессиональную оценку украинскому дрону Spygun, шпагуну украинскому. Ну, поскольку непрофессиональным взглядом, вроде бы как безделушка, сделанная где-нибудь на кружке авиамоделирования. А на самом деле? А на самом деле вы близки к правде. Дело в том, что этот дрон, как вам сказать, там вот, знаете, его достоинства, простота, примитивность, дешевизна, быстрота изготовления, трудность обнаружения, визуального обнаружения и почти невозможность обнаружения радиолокационного. Вот эта вот вся обтяжка этого дрона, прозрачная, да, она радиопрозрачна, она не отражающая. Вот. И противнику придется потрудиться для того, чтобы этот дрон, во-первых, обнаружить, во-вторых, сбить. И получается вариант шахеда и ракеты от Патриота, да, только уже зеркально. Этот дрон стоит копейки, а вот ракеты на него уже будут стоить солидных денег и требовать, как говорится, затрат западной радиоэлектроники, которая начинена, как правило, ракета. Вот. То есть смысл у этого дрона двойной. Во-первых, это дешевый разведчик длительного времени полета. То есть если квадрокоптер там 30-40 минут, то этот дрон, он парящий дрон планерного типа. Он поднялся на высоту, где восходящие потоки, он выключил двигатель и просто летит как планер, производит видеосъемку в случае необходимости, передает этот материал на землю. Хотя, как правило, он рассчитан на то, чтобы материал скачивался после возвращения. Но он может это делать до 160 минут, то есть более двух с половиной часов, в отличие от квадрокоптера. У него достаточная высота, значит, там рабочая 500 метров, а максимальная там 1500 метров. Вот. То есть этот дрон, который как бы закрывает нишу между квадрокоптерами и серьезными дорогими дронами. В этом смысле его польза. И кроме того, это прекрасная, так сказать, приманка для вражеских зенитных ракет. Это очень важная деталь. Спасибо, что вы сказали об этом. Да, пожалуйста. Как вы считаете, говоря о дронах и говоря о том, что эта война, она показала, что дроны играют очень важную, не решающую, но очень важную роль. Что можно сказать о вооружении дронами оккупантов? Что у них есть из своих разработок, что нужно было бы отметить как что-то серьезное и опасное? И насколько мы сильнее или, может быть, в равных позициях касаемо дронов? Ну, у них очень неприятные дроны, ударные, тактические ударные дроны. Кублан, Сет, в общем-то, они доставляли нам достаточно, ну, начиная, они применялись где-то с августа прошлого года. И вот в особенности первые месяцы они нам серьезные неприятности доставляли. Они даже пару установок С-300 там, ну, видно, было видео на российских пабликах, поразили не то, чтобы они их уничтожили, но они их повредили в то время, когда нам по зарез нужны были как можно больше зенитных пусковых установок. Вот. Они наносили повреждения нашим самоходно-артиллерийским установкам. Это дроны слабенькие, они не способны уничтожить ни танк, ни самоходку, но они выводят их из строя. Они заставляют эвакуировать эту технику с фронта, они заставляют вывозить, ремонтировать, возвращать обратно. В общем-то, неприятностей много доставляем. У нас такие дроны, как бы, так сказать, вот в массовых количествах пока нет, хотя примерно 4-5 дронов у нас уже для этой цели используются. Вот. Ну, тот же РАМ-2 на базе там дрона-разведчика, беспилотного разведчика, да. Но у нас есть более интересные дроны, например, дроны-бомбардировщики. Это мощный квадрокоптер, который имеет целую батарею, на него подвешивается, значит, с полдесятка, по-моему, штук шесть даже, минометных мин, и который высокоточно просто зависает, их спокойно, значит, сбрасывает на вражеские окопы и на какие-то вражеские позиции, которые, значит, он заметил, и над которыми спокойно завис с достаточной высоты, чтобы его не сбили. Вот. Ну и, конечно, наша самая большая проблема – это выпуск украинских дронов типа «Шахет». Вот. Сейчас они уже массово полетели на Москву, массово полетели на Крым, вот. Но все еще у них недостаточно взрывчатки на борту, значит, «Шахет» имеет там по разным оценкам 40-50 килограмм взрывчатки, и наши дроны пока, значит, по оценкам специалистов, 5-6-8 килограмм не более. Да, в любом случае речь идет в том числе и о войне технологий, и у кого технологии лучше, не обязательно выше. Иногда примитивные технологии гораздо эффективнее оказываются. Тем не менее, у кого эти технологии лучше, тот и побеждает, или во всяком случае имеет некое преимущество. Понятное дело, что оккупанты со своей стороны пытаются разрабатывать новое вооружение, с помощью которого попытаются в дальнейшем наносить удары по мирным украинским городам и населенным пунктам, однако далеко не всегда у них это получается. В частности, есть информация якобы о том, что оккупанты в России разрабатывали некий стелс-бомбардировщик нового поколения. Происходило это на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, но там 9 августа, я напомню нашим зрителям, случилось бавовно, прогремел взрыв и что-то там сильно повредил. Причина этого взрыва, скорее всего, самовозгорание, как и во многих других случаях. Но, тем не менее, попрошу вас, Валерий, прокомментировать ситуацию. Что комментировать? Новый русский стелс-бомбардировщик или пожарный? Посланника, да, посланника. Или все подряд, а? Начнем с посланника. А, с посланника? Нет, ну, это, понимаете, если у россиян еще истребитель пятого поколения, значит, как бы не то что в зачаточном, но предсерийном состоянии. То есть они выпустили уже 10 самолетов, один разбили, уже успели разбить, но на них все еще стоят двигатели досерийные, нулевой серии двигателей. То есть не то что оборудования на истребителе нет, но еще и двигателей толковых нет, которые планируют с ним поставить. А этот самолет, посланник, это попытка создать российский бомбардировщик Б-2. Летающее крыло малозаметное, высокотехнологичное, значит, способное нести как крылатые бомбы, так и ракеты. Ну, в общем, на все руки мастер и абсолютно... Ну, очередной аналогов нет, да. Ну, американцы свой Б-2 уже собираются как бы снимать с вооружения, он уже, ну, почти что считается устаревшим, уже идет Б-21 ему на смену. А россияне еще только в далекой перспективе планируют этот бомбардировщик создавать. То есть это, в общем-то, фикция. Пока это фикция и проект. И вот этот завод, доля этого завода в создании этого бомбардировщика, сотые доли процента, вот. То есть что-то, где-то, как-то они там делают через НИИ-экран, через Самарское НИИ-экран. То есть они не прямо на Туполево работают, а работают на разработчика бортового оборудования. Какие-то элементы, очевидно, лазерном предупреждении, либо какую-то оптику они для него делают, но это очень маленький элемент в общем плане работ по этому бомбардировщику. Да и сам этот проект, судя по всему, скоропостижно скончается, потому что россияне сейчас не в состоянии производить даже более легкие самолеты и даже пассажирские самолеты. А тут замах на новый технологический уровень. А пока у них не получаются простые пассажирские воздушные автобусы, скажем так. То есть контрабанды запчастей в обход санкций будет недостаточно для создания подобного рода вооружения? Да, просто не будет завода, на котором и не будет технологии, на котором можно все, что напланировали, воплотить в металл или воплотить там в композитные материалы. Нет такого оборудования, которое соответствовало бы требованиям к бомбардировщику пятого поколения. У них вообще сейчас, если считать, стратегические бомбардировщики, это третье поколение. Ну ладно, если брать поршневые, но если брать реактивные бомбардировщики, это да, где-то там третье-четвертое поколение, не более. То, что сейчас ТУ-160 летает. И то в очень ограниченном количестве. То есть, ну это фантазии. Ну а о самом заводе, ну это такое предприятие достаточно серьезное. Старейший российский завод с 35-го года. Ну и выпускал-то он серьезную достаточно продукцию. Начнем с того, что все российские ударные вертолеты оснащены вот этой системой предупреждения о лазерном облучении. Если на них посмотреть, такие вот фары по две в носу и две в хвостовой части, это датчики, системы предупреждения о лазерном излучении. Вот практически все российские ударные вертолеты, и некоторая часть даже ударно-транспортных, оснащена этими системами. И они, собственно, свою роль выполняют. Так что если удастся как бы вывести из строя производителя этого оборудования, это неплохая помощь, так сказать, в поражении российских вертолетов. Новые они уже стоят, но вот их же нужно обслуживать. Там запасные части, запасные элементы, выходящие из строя, поврежденные. Пишут, что на 100 вылетов, значит, обязательно 10% повреждений имеет каждый вертолет. И хотелось бы... Да, с заводом. Но остальное то, что продукция, то, что он выпускает, это различные бинокли. С 2021 года бинокли для военно-морского флота, с 2019 года бинокли для бинокли и дозиметры для Росгвардии. Вот различные бинокли и монокуляры ночного видения. То есть вот для сухопутных войск вот это будет очень серьезная потеря. Вертолеты, армейские авиации, это, кстати, тоже в основном поддержка сухопутных войск. Потеря такого завода, а там 60 процентов, ну, в смысле, там говорят 60 квадратных метров уничтожено полностью. И практически вся территория завода непригодна для восстановления производства. Нарушены все технологические цепочки, какие есть на заводе. 60 квадратных метров или 60 тысяч квадратных метров, прошу прощения, для уточнения? О, нет, не тысяч. Тысяч – это многовато. Это хотелось бы, но увы. Ну вот, 60 – это уничтожены полностью. А вы же понимаете, на территории завода обломки разлетятся намного дальше. Это некий такой точечный удар, получается, 60 квадратных метров, небольшая территория. Ну, как вам сказать, там точечный удар очень красивый, мне очень понравилось. Я считаю, что все российские военные заводы нужно совмещать с фирмами по производству пиротехники. Ну вот, тогда и красивые взрывы получаются, знаете, вот здесь на пиротехнику мало похоже, но когда взрыв пиротехники, там сразу и салют. Вот, два в одном. Официальная позиция российских пропагандистов и российских властей – взрыв пиротехники, неосторожное обращение, видимо, с пиротехникой или какая-нибудь халатность, значит, так оно и есть. Когда же они нам врали? Правда? Да, мы не противно. Да, грибочек, извините, перебью, грибочек там явно не пиротехнический вырастал. А как красиво поднимался, возвышался над этим заводом? Да, 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 серьезно. Я видел удары российскими ракетами по нашим объектам, очень похоже, очень. Вот такой именно грибочек вырастал. Вот в Киеве, когда били по заводу у Артема, а я был в это время там примерно 500 метров от него. Все это видел лично. Но сейчас потихоньку возвращается. Я не знаю, пиротехники, не пиротехники, марсиане, не марсиане, но возвращается. Бумеран, как говорится, пошутил в обратную сторону. Да, как ни крути, все равно Бавовна. Бавовна там была, присутствовала и, наверное, не в последний раз, далеко не в последний раз посетила российские заводы, производящие вооружение. А еще и Таурус на подходе. Да, Таурус – это серьезная штука. Это, знаете, для нас было два таких серьезных подарка. Вот леопарды, танки, там Абрамсы, цетакея, кажется, на Украине. А вот получить, скажешь, ну, короче, Скальп, Штормшедову вспомнил, Штормшедову, Скальп, а после этого еще и Таурус, если мы получим, то это вообще исполнение желаний. После этого Атакмс – это уже так, хотят дадут, хотят не дадут. Главное, чтобы было достаточное число. Получив Таурус, мы получаем возможность поражать все, что находится на оккупированных территориях. Исключений уже не будет. Крымский мост, Керченская переправа, все порты Севастополя, значит, оккупированная территория на всю глубину, причем не просто на всю глубину, и Крым тоже не на всю глубину, а еще и с возможностью, с запас хода, с возможностью обходить, совершать огромное количество поворотов для обхода позиций зенитно-ракетных комплексов, для следования там ниже рельефа местности, ну, там, в складках, в ярах, значит, обходить как-то холмики, чтобы поражать наверняка. Звучит многообещающе. Да, сильная штука. Да, это тема для отдельного обсуждения, чем займемся в продолжении нашего эфира. Большое спасибо. Валерия Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, был с нами на прямой связи. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова